В Санкт-Петербурге подвели итоги пятого кинофестиваля любительских короткометражных фильмов «Пленка». Первая круглая дата в жизни этого кинофорума дает надежду на продолжение работы молодежи в области экранных искусств. Ведь количество участников удвоилось, да и качество работы растет. Подробности далее. Дом молодежи Царскосельский в городе Пушкине вот уже в пятый раз принимает молодых и талантливых кинематографистов на своей сцене. Фестиваль любительских короткометражных фильмов «Пленка» в этом году собрал более 300 картин от разных молодежных объединений Санкт-Петербурга и области. Все аналоговые кинофестивали рассчитаны на определенную группу ребят, университет, например, университетская молодежь, или школьная молодежь, или дома детского творчества. Нам хотелось, чтобы смогли поучаствовать ребята, которые не входят ни в одно объединение, или, например, выпустились из университета. Такой молодежи очень много, это в основном ребята от 23 лет после 4-5 курса университета и до 35. То есть изначально идея была ориентирована на них, а потом уже подключились все, и мы сделали еще подростковую группу. Тема кинофестиваля в этом году – «Голос поколений». Современная молодежь под этим понимает историю страны, традиции, культуру и не только. Всего определено 8 номинаций – от художественного кино до блогерства. Оценивали претендентов известные актеры, режиссеры, музыканты и духовенство. Изначально кинофестиваль организовывался как такая площадка для всех, что он специально не православный кинофестиваль, а просто молодежный кинофестиваль, где мы рады видеть любую молодежь, как православную, как неправославную, как других конфессий. И поэтому изначально была идея объединить вот эту молодежь, чтобы они между собой пообщались, обменялись творчеством, ведь творчество – это один из самых мощнейших движителей вообще к вдохновению и к общению. Через творчество очень многое узнается, и поэтому такая духовная идея была она как раз именно в объединении молодежи. У кинофестиваля «Пленка» за пять лет существования появились свои поклонники, причем не только из любителей посмотреть фильмы нон-стоп, но и в числе участников. Третий раз в финал выходят создатели документальных картин, сотрудники психоневрологического интерната в Красном Селе. Нас заинтересовал вопрос, что такое вера и как она подается именно для тех людей, которые не умеют читать, например, да, которые не читали ни разу Библию. И, например, у некоторых ментальность пяти-четырех лет. И, тем не менее, эти люди ходят на службы, и для них это очень важно слушать нашего отца Павла Лучин. И мы задались вопросом, что движет этими людьми. И этот фильм, который называется «Особенно верить», который прошел финал, ответит зрителям на этот вопрос. Награждение победителей состоялось в приятной атмосфере геномышленников. Завсегдаты и кинофестивали надеются увидеть на том же месте через год, чтобы обсудить новые работы.